Добрый день, коллеги! Я всех приветствую на докладе, который называется «Интеграция Link Server 2013 с Exchange Server 2013». В течение ближайшего часа мы поговорим с вами о совместной интеграции таких двух продуктов, как Link и Exchange Server. Link Server вышел на российский рынок несколько позже, нежели Exchange Server, и российскому потребителю знаком, наверное, с 2010-й редакцией. Но два продукта от Microsoft идут вместе под девизом «Вместе вкуснее». Поэтому часть функционала Link Server взаимосвязана с Exchange Server, ну и, соответственно, наоборот. Прежде чем приступить непосредственно к докладу, давайте с вами познакомимся. Меня зовут Рутилья, я тренер Microsoft в Центре компьютерного обучения специалист. И основное направление моей специализации – это три продукта – Exchange, Link и SharePoint. Также я являюсь руководителем в системном интеграторе компании Meaton, где мы занимаемся внедрением телефонии, внедрением почтовых систем и специализируемся на построении высокодоступных решений. Ну что ж, теперь, когда мы знакомы, давайте приступим к делу. Так вот то, что касается интеграции. На самом деле список направлений интеграции Link и Exchange Server, он несколько больше, но я решил остановиться на пяти основных направлениях. Итак, сегодня мы поговорим с вами о том, что такое автосекретарь Exchange Server и каким образом он работает. Мы поговорим с вами о голосовой почте в Exchange Server, поговорим о совместной интеграции веб-доступа к почтовому ящику и Link Server. Поговорим о довольно новой и смешной вещи, такой как объединенное хранилище контакта в Link. Ну и в конце поговорим об архивировании сообщений в Link Server 2013. Итак, приступим. Начнем с автосекретаря Exchange Server 2013. Microsoft позиционирует Link Server 2013 не только как систему, которая позволяет обеспечить VoIP интеграцию, которая позволяет создавать аудио-видео конференции, обеспечивать совместную работу пользователей. Microsoft позиционирует Link Server как замену корпоративной АТС, то есть прямой конкурент таким цифровым АТС, как, например, Астериск или решением от ЦИСКа. Так вот, самое смешное заключается в том, что такой базовый функционал, как автосекретарь, не входит в комплект Link Server 2013. То есть вы не можете базово взять Link Server 2013 и реализовать автосекретаря, ну то есть звонит человек и ему проигрывает сообщение. Добрый день, вы дозвонились в компанию о рога и копыта, наберите внутренний номер абонента или оставайтесь на линии. Так вот, чтобы этот функционал реализовать, необходимо иметь Exchange Server. Автосекретарь реализуется Exchange Server 2013, ну или предыдущими версиями. То есть для того, чтобы реализовать автосекретарь, вам нужен Exchange, причем поддерживается Exchange Server, начиная с версии 2007 Service Pack 1. Получается, что у вас может быть старый-престарый Exchange Server и Link Server 2013, и это будет работать вместе. Когда-то давным-давно была такая роль, которая называлась Unified Messaging, то есть объединенные коммуникации. Так вот, в 13-й версии Exchange Server такая роль не существует. Но в любом случае функционал UM, он остался, ну и, соответственно, может быть использован. При этом существует русский языковой пакет, а следовательно, если вы установите русский языковой пакет на Exchange Server, то этот автосекретарь будет говорить электронным голосом, но, естественно, по-русски и будет воспринимать абсолютно нормально русский язык. Когда вы создадите автосекретаря, вы сможете создавать собственные приветствия. Ну, что значит создавать? Вы можете вводить текст, его прочитает Exchange Server, а можете подгружать профессиональные записи, которые сделаны на студии и так далее. И, кроме того, что вы подгрузите записи, вы сможете выбирать действия на ввод кнопок. Ну, то есть человек может ввести внутренний номер, либо вы можете предложить человеку ввести какие-то кнопки и ввести человека по голосовому меню. То есть IVR сделать на автосекретаре также можно. И вот здесь хотелось бы заметить несколько таких ключевых моментов. Во-первых, Exchange UM или автосекретарь Exchange Server как конкретная система, конкретный функционал может быть использовано с другими системами, не обязательно с Link Server. Вы можете интегрировать автосекретарь Exchange, например, с корпоративной АТС. Ну, может быть, нечасто встречаемое решение, но в то же время можно. Не обязательно иметь почтовые ящики на Exchange Server. Я неоднократно встречал ситуацию, когда компания внедряла Link Server, но при этом у нее почта использовалась, ну, или, скажем так, находилась на другой почтовой системе. И для того, чтобы реализовать функционал автосекретаря, эта компания устанавливала Exchange, брала роль UM, ну, или просто брала Exchange Server, если мы говорим о 13-й редакции, и поднимала на нем функционал автосекретаря. При этом все коммуникации между Exchange Server и Link Server, они шифруются. То есть в этом плане можно быть спокойным, коммуникации шифруются, все соединения, они безопасны. Как выглядит схема? Если мы говорим о последней, 13-й редакции Exchange Server, то у нас есть две роли. Ну, на самом деле три, есть еще Edge Server. Но если говорить о внутреннем развертывании, то есть две роли. Сервер клиентского доступа и Mailbox Server. Вся роль UM, она сейчас, Unified Messaging, она сейчас полностью выполняется на Mailbox Server. То есть на Mailbox Server существует специальный сервис, так и называется Unified Mailbox Service. Но поскольку клиентские подключения, все клиентские подключения идут через роль касса, на нем также существует сервис, служба, которая называется Unified Messaging Call Router Services. В чем смысл? А смысл в том, что когда кто-то, допустим, дозвонится на вашу корпоративную АТС, этот звонок поступит на Link Server. То есть если вы сейчас посмотрите внимательно на схему, да, идет звонок. Звонок приходит на шлюз или звонок приходит на АТС. Это абсолютно не принципиально. Шлюз или АТС перенаправляют этот звонок на Link Server. Link Server видит, что вызывается номер, закрепленный за автосекретарем Exchange Server. И идет передача сигнала, передача SIP-трафика на сервер клиентского доступа. И там начинает отрабатывать служба Unified Messaging Call Router Service. Что эта служба делает? Она редиректит трафик на Mailbox Server. То есть SIP-трафик редиректится с Link, да, Link редиректится на Mailbox Server. И когда сессия будет установлена, медиатрафик уже пойдет напрямую с вашей АТС или с вашего медиашлюза на сервер с ролью Mailbox. То есть, как мы видим, несмотря на то, что у нас роли две, и если они разнесены, то Link Server, на который поступит звонок с вашей АТС, вначале обратится к серверу клиентского доступа, и потом уже произойдет редирект, перенаправление SIP-трафика на Mailbox. И как только сессия будет установлена, медиатрафик уже пойдет напрямую с вашей АТС или с вашего шлюза на Mailbox Server. Так вот, если вы будете использовать шифрование, то все коммуникации будут использовать следующие порты. Например, на кассе в безопасном режиме используется порт 5061, то есть это TLS. Если мы говорим про Mailbox Server, то там используется порт 5063, ну и в использованном, в небезопасном варианте порты 5060 и 5062. Запомните обязательно, что у нас есть две службы, одна на кассе, другая на Mailbox. Причем все конфигурирование этих служб идет через PowerShell. Для того, чтобы настроить службу Unified Messaging на Mailbox Server, используется Commandlet SetUM Service. Для того, чтобы сконфигурировать службу на кассе, используется Commandlet SetUM Call Router Settings. Если вы решили настроить автосекретарь Exchange Server и интегрировать его с линком, то вся процедура конфигурации начинается с Exchange Server. Первым этапом вы в обязательном порядке создаете Dial Plan. Dial Plan – это объект в Exchange Server, который хранит все необходимые параметры и настройки для соединения Exchange Server с телефонной сетью. То есть, по сути, это такая связка между вашей почтовой системой и вашей телефонной сетью. Когда вы создаете Dial Plan, в обязательном порядке задаются ключевые параметры. Первый ключевой параметр – это количество цифр во внутреннем номере пользователя. То есть, вот этот параметр – длина или extension. Если у вас внутри организации на АТС или в линке используются внутренние номера из четырех цифр, значит, здесь при создании Dial Plan вы ставите цифру 4. Если из трех – 3, из пяти – соответственно, 5. То есть, вот этот параметр должен отображать реальное количество цифр, которые используются во внутренней нумерации пользователя. Следующий параметр называется тип Dial Plan. Существует три различных варианта типов Dial Plan. Е-164, SIP-URI и телефонный экстеншн или телефонный внутренний номер. Что вообще из себя представляет тип Dial Plan? Тип Dial Plan – это выбор того, что будет являться уникальным идентификатором вызываемого абонента. То есть, что будет использовать в качестве идентификатора абонента? Если бы мы интегрировали Exchange Server с какой-то телефонной станцией, например, с АТС, то тип Dial Plan нужно было бы выбрать телефонный экстеншн или телеэкстеншн. Если бы мы интегрировали автосекретаря и Exchange Server, допустим, со шлюзом, с каким-то, с медиашлюзом, то, скорее всего, мы бы выбрали Dial Plan типа Е-164. Но запомните, если вы интегрируете Exchange Server с линк-сервером, тип Dial Plan должен использоваться SIP-URI. У вас уникальным идентификатором пользователя в линке, наряду с внутренним номером, внутренним экстеншном, также является SIP-URI, который выглядит как вася.pupkinsobaka.microsoft.com. Далее вы должны указать тип Dial Plana. Dial Plаны бывают безопасные, небезопасные и, соответственно, вариант Dual. То есть в чем смысл? Либо шифруется абсолютно весь трафик, либо идет поддержка и зашифрованного, и не зашифрованного трафика, либо, соответственно, трафик не зашифрованный идет. Если мы, опять же, настраиваем интеграцию с линк-сервером, то можно абсолютно спокойно выбирать вариант Secure, потому что все коммуникации между линком и Exchange Server шифруются. Следующий вариант – язык, который будет использоваться в рамках этого Dial Plana. В чем соль? Если вы установили Exchange Server англоязычный и хотите получить русский язык в автосекретаре, да и не только в автосекретаре, в голосовых меню, вы должны поставить русский языковой пакет сверху на Exchange Server. То есть если вы здесь выберете русский язык, это означает, что все голосовые меню стандартные, которые робот читает, они все будут на русском языке. Ну и последнее, что вы делаете при создании Dial Plana, вы указываете внутренний номер вашей страны, для того, чтобы Exchange Server мог определять, какие звонки идут локальные, или какие звонки, соответственно, за пределами вашей страны, то есть междугородние. Итак, после того, как вы создали Dial Plan, внутри Dial Plana необходимо создать сам функционал автосекретаря. При создании автосекретаря в рамках уже существующего Dial Plana необходимо указать пару мелочей. Ну, во-первых, имя вашего автосекретаря. Ключевым моментом при определении имени автосекретаря является отсутствие пробелов в его именовании. Не нужно. Несмотря на то, что при создании автосекретаря пробелы добавлять можно, впоследствии вы столкнетесь с ошибкой при конфигурировании. Поэтому не включайте пробелы. Следующая опция. При создании автосекретаря вы можете указать, чтобы автосекретарь начал работать автоматически или сразу после создания объекта автосекретаря. Как правило, эту галку при создании не ставят, особенно если делают какие-то настройки на реальной системе, потому что после создания автосекретаря его нужно будет сконфигурировать и загрузить собственные приветствия. Пока нет приветствия, не настроена логика, но автосекретарь работать не должен. Если вы настраиваете на системе, которая еще пока не работает, это или тестовая среда, или еще та среда, которая не ушла в эксплуатацию, то эту галку можете поставить сразу. То есть сразу после создания автосекретаря он начнет работать. Следующий момент. Галка, которая позволяет отвечать на голосовые команды. Когда человек дозванивается до автосекретаря, есть несколько вариантов. То есть либо человек вводит цифры на своем телефоне и тем самым участвует в голосовом меню или набирает внутренний номер. Либо человек управляет голосом, то есть называет имя или фамилию того человека, до которого он хочет дозвониться. Вот если вы эту галку поставите, то можно будет впоследствии настроить, по каким именам будет осуществляться поиск. То есть вы скажете «хочу» там «Илью» или «Руть», и он вам осуществит вызов на конкретного человека. То есть в настройках можно указать, что он именно будет перебирать, какие поля будет проверять. Ну и самое главное – это номер телефона, по которому нужно будет дозвониться. То есть вот здесь в «Аксесс-номере» вы должны будете в формате E164, то есть там плюс 7, допустим, 495, 502, 99, 11, указать телефонный номер, либо перечислить все телефонные номера, по которому будет доступен «Автосекретарь». Следовательно, «Автосекретарь» будет выглядеть следующим образом. Имя, галочки, что он включен, что отвечает на голосовые команды, ну и, соответственно, телефонные номера, по которым «Автосекретарь» будет доступен. То есть еще раз, вы создаете «Диалплан» и уже внутри «Диалплана» создаете такой объект, как «Автосекретарь». Автосекретарь сам по себе неинтересен, пока вы его не сконфигурируете. Как выглядит процедура конфигурирования автосекретаря? Уже зайдя во внутренности автосекретаря, вы можете указать следующие параметры. Например, подгрузить приветствие или файлы приветствия, которые будут проигрываться в бизнес-часы, имеется в виду в рабочие часы. Если человек дозвонился на автосекретаря, а время сейчас не рабочее, ну, допустим, после 9 вечера, и просто информационные оповещения. Требования к звуковым файлам, они как бы открыты, вы их сейчас видите на экране. И если вдруг вы попытаетесь подгрузить файл, который не соответствует указанным требованиям, он вам выдаст ошибку и прям даст ссылочку, что нужно, какие файлы какого типа нужно использовать. То есть еще раз, вы можете подгрузить приветствие в бизнес-часы, в нерабочее время и просто информационное оповещение. Само рабочее время задается там же, в настройках автосекретаря, и вы можете указать, какие часы для вашей компании являются рабочими, какие нерабочими, и можете указать расписание в выходные дни. По умолчанию все дни считаются рабочими. Когда вы подгрузили приветствие, когда вы указали рабочие дни, необходимо настроить логику, логику вашего автосекретаря. То есть, что мы сейчас видим на моем экране. В моем случае, когда поступает звонок на номер, закрепленный за автосекретарем, срабатывает приветствие. Это приветствие говорит о том, что добрый день, вы дозвонились в такую-то компанию, наберите внутренний номер абонента или оставайтесь на линии. И вот дальше человек должен ввести внутренний номер абонента. Если человек не вводит внутренний номер абонента, то в таком случае происходит переключение звонка на респонс-группу в линке, которая включает нескольких сотрудников. И уже входящий звонок, будем говорить между секретарями, распределяется. Это в случае, если человек никакой кнопки не нажал. При желании вы можете здесь строить голосовые меню. То есть указывать, какое приветствие будет проигрываться, какую кнопку мы ждем пользователя и при нажатии какой кнопки какое действие необходимо осуществлять. То есть определенное приветствие, если человек нажал кнопку 1, то его можно либо переключить на другой автосекретаря, либо на какой-то внутренний номер, либо оставить голосовое сообщение, либо проиграть оповещение для рабочих часов. Ниже есть то же самое, меню навигации. Вот здесь на экране не очень хорошо видно, но если спуститься, есть меню навигации для нерабочих часов. То же самое, абсолютно. Такие же пункты меню можно настроить. Окей. Что еще можно задать интерес? Здесь мы можем разрешить или запретить дозваниваться до пользователей, разрешить или запретить оставлять голосовые сообщения. Ну и самое главное указать, что если человек осуществляет голосовое управление, ну то есть называет кого-то, среди каких пользователей осуществлять поиск. То есть либо по пользователям, которые используют этот диалплан, либо во всей организации, либо в конкретном адресном списке. И вот эта цифра 998 – это так называемый оператор. То есть если человек дозвонился до автосекретаря, нажимает 0, это по умолчанию выход на оператора, то есть на какой внутренний телефонный номер осуществлять переключение. То есть если человек нажмет 0, то в таком случае сработает оператор с номером 998. Какого-то человека произойдет звонок. Окей. Создавать диалплан и автосекретаря можно как через Exchange Control Panel, то есть через веб-интерфейс, так и через PowerShell. Я вам сейчас покажу и прокомментирую создание или настройка Unified Messaging через PowerShell. Я считаю, что такой вариант, ну он как бы более интересный, и поскольку при умении он несколько проще и всегда наглядно перед глазами, какие операции вы выполняете. Если стоит задача создать диалпланы и автосекретаря и настроить все это через PowerShell, то давайте рассмотрим с вами последовательность команд. Начинается все с создания диалплана. Вы указываете имя диалплана, в данном случае Лондон. Указываете тип диалплана. Мы помним, да, что для интеграции с линком обязательно тип иметь SIP URI. Но если тип SIP URI, то тогда в URI Type параметре в ключе ставите SIP Name. Через ключ в IP Security вы говорите о том, что все коммуникации будут шифроваться, статус Secured. Через ключ Country Origin Code вы указываете код вашей страны. Для Англии это 44, для России будет 7. И последним параметром указываете количество цифр, которые используются во внутренней нумерации, то есть пятерочка. Когда диалплан создан, внутри этого диалплана вы создаете автосекретаря. При создании приложения Автосекретарь вы указываете имя автосекретаря. И здесь, напоминаю, уже без пробелов. Указываете имя диалплана, в рамках которого этот автосекретарь будет работать. То есть Лондон с предыдущего этапа. Указываете Pilot Identify List или телефонный номер, по которому можно будет дозвониться до этого автосекретаря. Указывать нужно в формате Е164. То есть здесь плюс 44, но вы бы написали плюс 7, 495, 502, 99, 11, к примеру. Параметр Speech Enabled говорит о том, что можно будет в рамках этого автосекретаря также выбирать людей голосом, не только номером. Ну и статус Enabled говорит о том, что автосекретарь будет работать сразу. То есть здесь мы создаем и диалплан, и автосекретарь внутри этого диалплана. Что вы делаете дальше? Дальше необходимо включить поддержку шифрования на Mailbox сервере или на сервере с ролью Mailbox. Я вам напоминаю, что на Mailbox сервере у нас есть служба UM Service. Что в данном случае мы делаем? Мы берем UM Service на нашем Mailbox, и говорим, что он будет обслуживать диалплан Лондон. Говорим, что этот Mailbox обслуживает такой-то диалплан. И также говорим, что служба будет работать в режиме Dual. То есть в данном случае она будет поддерживать и шифрование, и работать без шифрования. Но поскольку мы говорим о том, что может на Mailbox сервере поддерживаться шифрование, необходим сертификат. И в данном случае вам нужно будет взять сертификат, абсолютно нормальный, валидный сертификат, и назначить его для компонента UM. Вы можете сделать это через GUI, вы можете сделать это через PowerShell. То есть в данном случае, в PowerShell я взял список сертификатов Exchange для веб-сервера. Я вижу, что у меня есть сертификат вот с таким тумпринтом. И говорю, что сертификат на сервере Lonex1, сертификат с таким-то тумпринтом, включается для сервиса UM. То есть я взял уже готовый сертификат и сказал, что он будет обслуживать UM-сервис. Ну и после этого перезапускаю службу MS Exchange UM. Еще раз повторяю, что все эти действия делаются на Mailbox сервере. Ну или если у вас роли совмещены, это делается для службы, отвечающей на Mailbox. То есть мы сказали, что Mailbox обслуживает DialPlan, чтобы поддерживаться шифрование и назначили сертификат, который будет использоваться при шифровании данным сервисом. Третий этап. Запустить интеграцию с LinkService 2013. Особенность заключается в том, что Exchange не знает о существовании линка. И, следовательно, мы должны об этом ему как-то сказать. Для того, чтобы Exchange узнал о линке, существует специальный скрипт. Называется он ExchUcutile. Этот скрипт идет вместе с Exchange сервером. То есть для того, чтобы этот скрипт найти, достаточно зайти в Program Files, Microsoft Exchange, V15 Scripts, и выполнить данный скрипт. Что произойдет? Exchange сервер залезет в Central Management Store, базу данных с конфигурацией, линка, и вытащит оттуда информацию о пулах линк сервера. И пропишет себе каждый из этих пулов. Ну, возможно, один, два, здесь, например, три пула. И пропишет эти пулы в качестве gateway. То есть он может с ними общаться. Как только вы выполните скрипт ExchUcutile, Exchange сервер узнает о существовании линка, узнает, что можно общаться с линк серверами. Четвертый этап. Нам необходимо включить поддержку шифрования на сервере клиентского доступа. Здесь уже настройка идет через Call Router Settings. Вы также устанавливаете тип Dual и говорите, что на сервере Lonex1 служба, которая отвечает за перенаправление трафика, перенаправление на Mailbox, она будет работать с поддержкой шифрования. Точно так же берете сертификат, доверенный, нормальный сертификат, в котором присутствует имя сервера, и назначаете его для службы UM Call Router, после чего службу перезапускаете. Еще раз повторюсь, если у вас роли совмещены, вы делаете и шаг номер 2, и шаг номер 4, но просто выполняете это на одном единственном сервере. Вот эти операции, да, их, конечно, можно сделать в GUI, но там UM Startup Mode, например, задается только через PowerShell, поэтому проще все делать на PowerShell. И тут есть еще один нюанс. Нюанс заключается в том, что Exchange Server узнал о существовании линка, но линк-сервер не знает о существовании Exchange Server. Как Exchange узнал о существовании линка? Вы выполнили скрипт на Exchange Server, который залез в Central Management Store на линке, вытащил информацию о пулах и ее прописал. Но линк при этом не узнал о существовании Exchange Server. Для того, чтобы линк узнал о существовании Exchange Server, используется специальная утилита, называется Exchange UM Integration Utility. Вы эту утилиту запускаете под определенными привилегиями. У вас должно быть членство в группах RTC Universal Server Admins и RTC Universal User Admins. И запускаете, и данная утилита создает в Active Directory специальный объект, который сассоциирован с автосекретарем. То есть, что это значит? Вы через эту утилиту создаете объект, в котором этот объект закрепляется за определенным телефонным номером, и в объекте говорится, что он находится на Exchange Server. Когда поступает звонок? Звонок вначале поступает на медиашлюз. Медиашлюз этот звонок передает на линк-сервер. Что делает линк-сервер? Линк-сервер пытается найти у себя объект с этим телефонным номером. Он пробегается по Active Directory и видит, что в Active Directory существует специальный объект, контакт, который создается этой утилитой. И, соответственно, этот контакт с телефонным номером, который был вызван и который был передан с медиашлюза. И вот тогда идет установка SIP-соединения с сервером клиентского доступа. Сервер клиентского доступа, соответственно, сделает редирект, SIP-соединение установится с Mailbox, и потом уже медиатрафик пойдет между медиашлюзом и Mailbox-сервером, Mailbox-сервером, Mailbox-ролью Exchange-сервера. Так что, используя эту утилиту, прописывать в Active Directory объект автосекретаря с определенным телефонным номером обязательно. После того, как вы эти операции выполнили, можно переходить к тестированию. Единственное, что я вам скажу, что в 13-й версии Exchange-сервера обычно выдерживается определенная пауза. Ну, то есть эта пауза может идти до нескольких часов, но если не перезагружать сервера, от момента, когда вы все эти операции выполнили, до момента, когда оно реально заработает. Так вот, как проверить работу автосекретаря? Самый простой способ. Вы берете синтетический команд для тест UC-UM-connectivity, указываете SIP-URI вашего автосекретаря. SIP-URI автосекретаря можно посмотреть при создании, на предыдущем этапе, при создании объекта в Active Directory для автосекретаря. Вот там, как раз, где SIP-адрес. Указываете SIP-адрес автосекретаря, указываете параметр UMI-P-GETWAY, и там указываете имя вашего линк-пула, ставите ключик Secured и говорите о том, что коммуникации должны быть безопасны, и в поле From или в ключе From указываете SIP-адрес вашего пользователя. Ну, еще и ключ MediaSecured означает, что шифрование должно и медиатрафика происходить. То есть, по сути, на Exchange сервере вы говорите, с какого подключения, да, с какого SIP-URI на автосекретаря должен пойти вызов. И шифрование вам скажет, успешно, либо неуспешно. Но ничто не отменяет обычной проверки, обычного звонка по номеру, либо по номеру, либо по SIP-URI вашего автосекретаря. Он должен быть доступен как снаружи, так, соответственно, и внутри, без каких-либо проблем. Единственный нюанс заключается в том, что если вы создаете все в PowerShell, вам потом через браузер нужно открыть автосекретарь, да, в диал-плане развернуть его, и подгрузить ваши голосовые приветствия. Потому что здесь, вот, например, в той последовательности, которую я дал, голосовые приветствия не подгружаются. И, следовательно, когда вы дозвонитесь до автосекретаря, у вас начнут или проиграются стандартные приветствия. Ну, то есть не ваши, которые, а стандартные. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, как проверить работу автосекретаря и голосовой почты, которая, к слову сказать, тоже уже работает и не требует дополнительного конфигурирования, если есть почтовый ящик у пользователя, которого мы будем использовать. Так вот, у меня есть линк-клиент, подключенный к моему линк-серверу, и внутренний номер, который закреплен за моим пользователем, номер 107. Я сейчас с мобильного телефона вызываю или звоню на номер, закрепленный за автосекретарем. Что я делаю дальше? Я набираю номер. Введите добавочный номер абонента. Для разговора с оператором нажмите 0. Ну, 0 мне не нужен. Я нажимаю свой внутренний номер, 107, и звонок должен сейчас пойти на все устройства, где запущен линк. Что мы с вами видим? Что звонок поступил. Давайте я его приму. Я сейчас специально не стал ничего говорить, чтобы из-за эффекта нескольких микрофонов не получилось эхо. Но звонок в любом случае поступил. То есть, ситуация какая. Звонок поступил вначале на шлюз. Шлюз передал этот вызываемый номер без всяких преобразований на линк-сервер. Линк-сервер увидел, что существует специальный объект в Active Directory, перенаправил этот звонок на экченж-сервер. Экченж-сервер проиграл приветствие, которое было подгружено в настройках автосекретаря. Получил от меня номер 107. Увидел, что существует пользователь с таким внутренним телефонным номером. И опять звонок вернулся на линк-сервер. И линк-сервер начал вызывать все устройства, которые сейчас... Вход на которых осуществлен под этим пользователем с номером 107. Если бы я не брал трубку... Давайте повторно осуществлю звонок. Так, звонок пошел. Итак, набираю свой внутренний номер. Введите добавочный номер абонента. Для разговора с оператором нажмите 0. Для отмены нажмите звездочку. Набираю внутренний номер. И сейчас не буду брать трубку. Хорошо. Набираю номер. Пошел звонок. На самом деле я могу сейчас и перенаправить звонок сразу в голосовую почту, либо по таймауту. Ну, давайте дождемся таймаута. Кстати, вот это Илья Рудь я записал сам. Запишите свое сообщение. По окончании записи, добавьте трубку или нажмите решетку для дополнительных параметров. Итак, я оставляю голосовое сообщение для Рудь Ильи. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Зайчик погулять. Голосовое сообщение отправлено. Закрываем. Нажимаю решетку на телефоне. Чтобы принять и установить опции, нажмите 1. Чтобы повторно прослушать запись, нажмите 2. Давайте прослушаем, что он записал. Чтобы перенять и записать заново, нажмите 3. Нажимаю 2. Итак, я оставляю голосовое сообщение. То есть мы видим, что голосовое сообщение есть. Чтобы принять и установить опции, нажмите 1. Чтобы повторно прослушать запись, нажмите 2. Чтобы решетка недействительно... Ой, я нажал решетку. Чтобы принять и установить опции, нажмите 1. На самом деле, если я сейчас повешу трубку, то в любом случае сообщение будет сохранено. Зажмите решетку. Что вы говорите? Все. Сообщение отправлено. Сообщение отправлено. До свидания. Всего доброго. Давайте смотреть, пришло ли это сообщение. То есть я сейчас открываю свой Outlook. Ну и буквально в течение нескольких секунд. И в Outlook у меня должно прийти сообщение о том, что с такого-то номера поступил звонок. И, соответственно, сообщение для вас записано. И более того, я должен увидеть у себя в линк-клиенте информацию о том, что сообщение поступило. Итак, вначале он появился в толстом Outlook. Давайте его откроем. Ну и можно проиграть. Соответственно, сообщение проиграет. Сообщения небольшие. И вот такой функционал голосовой почты, он работает сразу. Здесь, конечно, почтовые ящики на Exchange сервере иметь обязательно. Если автосекретарь будет работать, даже в случае, если у пользователя почтовый ящик не используется, то здесь, конечно, почта должна быть на Exchange сервере. Как видите, абсолютно ничего сложного нет. То есть, еще раз повторюсь, для настройки, вот кроме той последовательности по варшелле, которую я показал, вам необходимо загрузить свои голосовые файлы, которые будут записаны конкретно под вашу организацию. Продолжим разговор и поговорим об архивировании в Link Server 2013. Архивирование достаточно интересный функционал. И в 2013 Link Server он по умолчанию в принципе не включен. То есть, никакие сообщения не архивируются. Если вы хотите, архивирование можно включить. И в таком случае в архив будут попадать мгновенные сообщения, которыми обмениваются ваши пользователи. Это раз. Любые сообщения, которыми обменивается группа пользователей, так называемые мультипати-сессии. Также в архив будут попадать данные конференции, включая все то, что подгружают, соответственно, доску, на которой рисовали голосование и так далее. В любом случае у вас не будут архивироваться те файлы, которыми пользователи обменивались. Аудио, видео. Вот здесь хотелось бы подчеркнуть отдельно, потому что у людей существует недопонимание. Они считают, что роль архивинг, она будет архивировать тот голос, или писать тот голос, те звонки, которые пользователи осуществляют. Нет. Архивинг – это исключительно мгновенные сообщения и содержимое конференции. Все, что касается аудио, видео, десктоп, десктоп-шаринга, то есть открытия доступа к рабочему столу, это ничего не архивируется. И если вы будете иметь в своей организации Persistent Chat роль, то Persistent Chat архивируется отдельным функционалом, то есть это не стандартным архивингом. Окей. Если в организации стоит бизнес-задача архивировать мгновенные сообщения и содержимое конференции, нужно этот функционал включить. Еще раз повторюсь, по умолчанию он отключен, то есть не работает. Что принципиально изменилось? В предыдущей версии, в LinkServor 2010, архивирование было реализовано через дополнительную сиквельную базу данных, то есть отдельная сиквельная база данных, в которой писали все сообщения, которые отправляли ваши пользователи. И вы могли либо через PowerShell, либо через транзакт SQL вытаскивать информацию из этой сиквельной базы данных. Это первое. Второе. В предыдущих версиях роль архивинга была отдельной. Ее можно было поставить отдельно. Сейчас, в 2013 редакции LinkServer, роль архивинга всегда размещена на фронт-энд сервере. То есть на каждом фронт-энд сервере, соответственно, это даже не роль, это функционал, который вы дополнительно включаете. Здесь хотелось бы заметить, что в новой редакции вы также, я говорю сейчас о 13 версии LinkServer, вы также можете включать архивирование и архивировать сообщения в сиквельную базу данных. То есть делать точно так же, как было в 2010 редакции. Но главная фишка заключается не в том, что теперь роль архивинга совмещена с фронт-эндом, а в том, что вы можете включать интеграцию с Exchange Server 2013. И в таком случае все вот эти вот сообщения, которыми ваши пользователи обмениваются, они будут архивироваться в почтовом ящике пользователя. То есть сиквельная база данных вам не нужна. Вот здесь опять же хотелось бы отдельно заметить, что папочка Conversation, которую пользователи видят в Outlook, где складывается переписка, она естественно остается и в любом случае будет, вне зависимости от того, включаете вы роль архивинга или нет. Это история, которая для пользователя. Мы же говорим об архивировании, которое для администратора. То есть включение интеграции с Exchange Server, оно позволяет сохранять сообщения, которыми обмениваются пользователи, в почтовый ящик пользователя, в скрытую папку, которая будет видна только администратору. Итак, вы решили настроить архивирование. Что делать? Первый шаг – это через глобальную политику сказать, что архивирование вам необходимо. Причем не обязательно использовать политику именно на глобальном уровне. Данная политика работает и на уровне сайтов линка, и на уровне пулов. То есть ваша основная задача – в линк сервере открыть политику архивирования, неважно на каком уровне, на глобальном, на сайте, на пула, и сказать, что «да, меня интересует архивирование». И вот здесь важный момент. Вы говорите, что вы архивируете, только мгновенные сообщения или мгновенные сообщения и конференция. И куда? Если вы хотите интеграцию с Exchange Server 2013, у вас должна стоять одна единственная галочка – Exchange Server Integration. После этого нажимаете «Commit» и двигаетесь далее. То есть вы, в принципе, разрешили архивацию сообщений на Exchange Server. Шаг номер два. Еще одна политика архивирования. Ну, то были настройки, да, а это политика архивирования. В ней вы должны сказать, какие сообщения будут архивироваться, либо внутренние, либо внешние, internal, либо external. Хотелось бы отметить, да, что вот этот параметр можно настроить через PowerShell, как, собственно говоря, и все, да, через SetCS Achieving Policy. И еще очень важный момент. Если вы используете Link Server и базы данных архивирования, и Exchange интеграцию, ну, абсолютно нормальная ситуация, когда у вас часть пользователей имеет почтовые ящики на Exchange Server, и для них будет архивироваться сообщение в почтовый ящик, а часть пользователей не имеет. Для них сообщения будут архивироваться в сиквельную базу данных. Так вот, политики для пользователей, у кого есть почтовый ящик, политики Exchange Server приоритетнее, чем вот политики архивирования для Link. Но это так, чтобы вы понимали. Итак, на Achieving Policy поставить, архивировать внутренние и внешние. Но еще раз повторюсь, если идет интеграция с Exchange Server, то на Exchange Server политики архивирования не будут более приоритетны. Итак, поставили две галки, двигаемся далее. Следующий, третий шаг нужно использовать только в одном случае. Если у вас Exchange Server и Link Server находятся в разных лесах. Если же вы используете один единственный лес Active Directory, данный шаг вы можете смело пропустить. Если же нет, если уже у вас какой-нибудь гибридный сценарий, или ресурсный сценарий, то в таком случае вам нужно будет взять всех пользователей в линке, то есть через Link Server Management Shell, и поправить им параметр, который называется Exchange Achieving Policy. Он не существует, он имеет четыре значения, по умолчанию он не инициализирован. Соответственно, используются параметры Inplace Halls на Exchange сервере. Далее вы можете его перевести в значение использовать параметры архивации на линке, не архивировать вообще, либо архивировать на Exchange. То есть в вашем случае нужно будет поставить Achieving to Exchange, архивация данных на Exchange. Окей, ну еще раз повторюсь, это только при сценарии, при сценарии, когда ваш Link и Exchange сервер находятся в разных лесах. Окей, ну соответственно, поменять довольно легко, вот таким вот несложным образом, ну и потом проверить, для каких пользователей включена архивация на Exchange. Следующий четвертый шаг, это добавление партнера Link Server. То есть вы должны Exchange серверу сказать, что у вас существует Link, и это партнерское приложение, с которым он может взаимодействовать. В 13-й версии продуктов Microsoft появился новый протокол авторизации, открытый протокол авторизации 2.0, ОС 2.0 он называется. Так вот, для того, чтобы сервера Exchange и Link могли аутентифицировать друг друга и более того, знали друг друга, им необходимо будет обменяться сертификатами. Для этого используется со стороны Exchange сервера используется специальный скрипт. Скрипт стандартный, идет вместе с Exchange сервером, находится в папочке скрипт, по вот такому несложному адресу. Program Files, Microsoft Exchange Server. Вы запускаете скрипт конфигуры, Enterprise Partner Application, и указываете ссылку на ваш пул в каталог метадата JSON-1. По этому адресу находится специальный файл с метаданными и параметрами протокола авторизации ОС 2.0. Соответственно, вот этот файл с метаданными, вы путь к нему указываете и говорите, что по данному пути находится линк. После отработки этого скрипта создаются специальные пользователи, пользователям даются специальные права. Это необходимо для того, чтобы линк мог обратиться к почтовым ящикам Exchange сервера и более того, имел на это право. По результатам отработки этого скрипта можно сделать небольшую проверочку. Самое главное, перезапустить веб-сервер иис на Exchange сервере, иис-ресет. И проверка будет очень простая. Команда там test os-connectivity. Вы указываете сервис EWS и указываете путь к директории EWS на сервере клиентского доступа. И далее почтовый ящик. И он проверит, можно ли будет подключиться. Итак, еще раз. На Exchange сервере вы выполняете скрипт и указываете путь к вашему пулу или фронт-энд серверу, если это стандарт, имя совпадает с пулом, директорию metadata JSON 1. И говорите, что это линк. Теперь мы сказали Exchange серверу, как найти линк. Теперь необходимо линк серверу сказать, как найти экченж. Для этого используются два командлета. Первым командлетом set cs os configuration вы указываете директорию автодискавер и файл autodiscover.ssvc. Это первое. Линк не может, как, например, Outlook залезть в Active Directory и найти путь к сервису автодискавери. Поэтому мы прописываем явно. И вторым командлетом мы создаем партнерское приложение newcs partner application. Говорим, что у нас есть экченж, что у нас доверие полное. И точно так же указываем путь к директории metadata JSON 1. У экченж сервера файл с метаданными вот этого протокола авторизации 2.0 он находится в субкаталоге директории автодискавер. Делается это один-единственный раз. После проверки опять же test cs со стороны линка вы говорите test cs x storage connectivity указываете cpurae вашего пользователя. Ну и если все хорошо, на этом настройка заканчивается. И самый последний шаг это проверка работы архивирования. То есть после того, как ваши пользователи уже обменялись сообщениями, вы можете со стороны экченж зайти в админку, в экченж административ центр и в разделе compliance management создать поисковый запрос за определенный диапазон ключевые слова, которые нужно будет искать. Единственный нюанс для того, чтобы осуществлять вот такие вот запросы по вашим почтовым ящикам, понадобится членство в группе discovery management. Более того, если вы добавите себя в группу discovery management, права у вас появятся не сразу, а через определенный промежуток времени. Итак, давайте посмотрим на конечный результат. Я вам сейчас покажу, как осуществляется поиск по переписке в линк сервере со стороны экченж. Ну, поскольку это хранится все в почтовом ящике экченж. Что я сейчас хочу сделать? Я хочу зайти под административную учетной записью и выполнить поиск по почтовым ящикам. Я захожу под админской учеткой. Как и говорил, зайти нужно будет в раздел compliance management. И если у вас есть права, то раздел in place e-discovery and hold он будет доступен. Теперь, что вы делаете? Вы должны создать запрос. Запрос, по которому он будет лопатить почтовые ящики на предмет переписки. Давайте я назову new test request новый тестовый запрос. Описание делать не буду. И скажу, что поиск будет осуществляться по всем почтовым ящикам давайте не будем, поскольку это достаточно долгая процедура. Я скажу, что искать мы будем по почтовому ящику к щеку или руть. То есть, есть ли у него какая-нибудь переписка подпадающая под заданные условия. Создаем сам запрос. Я взял фразу something went wrong, что-то пошло не так. Можно здесь указать за какой интервал диапазон дат необходимо искать переписку, дополнительную фильтрацию от кого кому, более того, указать тип сообщений, которым будет искать. То есть, может документы выкинуть не нужно, только электронные письма. Но это уже на ваше усмотрение. Итак, когда вы нажимаете next, он предлагает нужно ли пометить эти сообщения на удержание. Я говорю, не надо. И сейчас формируется поисковый запрос. Поисковый запрос может отрабатываться достаточно долго, но это если у вас большая база данных. У меня база данных небольшая, ящик тоже всего 2 гигабайта. Поэтому, взяв текущий полнотекстовый индекс, он вернул мне результат. Он говорит, что есть 16 элементов с суммарным весом 6.34, подпадающие под данный запрос. Как теперь на это посмотреть? У вас существует такая вот команда экспорту PST-файл. То есть, когда вы нажимаете экспортировать в PST-шный файл, он спрашивает вас, куда выгрузить этот PST-шный файл. И вы указываете директорию, например, на рабочий стол. Теперь буквально несколько минут он сейчас просчитает и загрузит с Exchange сервера. Давайте я введу свои еще раз учетные данные администратора. И он загрузится к Exchange сервера два файла. Во-первых, это будет PST-шный файл, где будет вся переписка. Второе, это будет CSV-файл, который можно будет открыть в Excel и посмотреть, кто кому что, когда писал со всеми параметрами. Сейчас я вам продемонстрирую. На текущий момент еще идет экспорт, то есть не завершено. Ну и буквально несколько секунд прошло, экспорт завершен успешно. Смотрим, появилось ли что-нибудь у меня на рабочем столе. Захожу в Desktop, здесь множество файлов, но есть два файла. Один Outlook, другой, соответственно, CSV-файл, который можно открыть. Давайте я его перетащу в Excel и видно, кто кому, когда, что писал, в каком почтовом ящике это было найдено, размер, отправитель сообщения, получатель сообщения и так далее. То есть, если вы хотите сами сообщения, то в таком случае нужно будет воспользоваться вот этим вот PST-шным файлом. Естественно, открыть его в Outlook, но я сейчас не буду, мне нужно будет закрыть Outlook и добавить этот PST-шный файл, файл данным. И в таком случае я увижу всю переписку. Так что, как вы видите, поиск и по почтовым ящикам, и по переписке, которая хранится в почтовом ящике, он достаточно простой, то есть ничего сложного. Следующий функционал, о котором мы с вами поговорим, это интеграция веб-доступа к почтовому ящику Exchange с Link Server 2013. Немного предыстории. Когда-то давным-давно у такого продукта, как Office Communication Server, был отдельный функционал, который позволял получить доступ к Link Server через браузер. Это был так называемый браузерный клиент. Сейчас в Link Server 2013 вы очень многое можете делать через браузер. Вы можете участвовать в конференции, организовывать аудио, видео, это все работает. Но есть небольшая проблема. Этот браузерный или веб-доступ, он не совсем полнофункциональный. То есть, если вам придет ссылка на конференцию, вы в эту ссылку подключитесь и сможете абсолютно спокойно участвовать. Но, если вам эту ссылку не пришлют, вы не можете зайти по какому-то адресу, залогиниться и получить доступ к своему контакт-листу, абсолютно нормально работать. То есть, как это, например, в Exchange Server. В Exchange Server веб-доступ абсолютно полнофункциональный. Вот такого в линке нет. Нет возможности самому зайти по какой-то ссылке, аутентифицироваться, получить доступ и работать. Но, что есть? Есть совместная интеграция ово-доступа с линк-сервером. Что это значит? Это значит, что, зайдя в веб-доступ вашего Exchange Server, зайдя в свой почтовый ящик, вы сможете отправлять и принимать сообщения. Более того, вы сможете управлять своим Presence статусом. И здесь хотелось бы подчеркнуть, что доступны только две вещи Instant Messaging и Presence. Вы будете получать сообщения, которые отправляют вам, вы сможете отправлять сообщения сами. На этом и все. Настроить такую совместную интеграцию совсем не сложно. Настраивается она в четыре шага. Прежде всего, вы на уровне виртуальной директории вашего сервера или виртуальной директории ваших серверов включаете параметр, который называется Instant Messaging Enabled True. Соответственно, говорите, что разрешена интеграция со службами обмена мгновенными сообщениями. И вторым параметром Instant Messaging Type говорите, что служба Instant Messaging сообщения имеет тип OCS. На самом деле это OCS это Office Communication сервер, который использовался давным-давно. Это был прадедушка Линка, но в настройках не поменяли. В настройках по-прежнему при интеграции с Линком вы говорите, что тип OCS. Теперь, когда на виртуальной директории вы разрешили интеграцию с Instant Messaging, нужно будет менять Web Config на вашем Mailbox сервере. Для этого вы зайдете в Program Files, Microsoft Exchange, V15 Client Access OVA и поменяете две строчки. Первая строчка это Instant Messaging Server Name, где вы должны будете прописать имя вашего фронт-энд сервера, либо пула Enterprise из фронт-энд серверов. То есть, либо стандартный сервер, либо имя Enterprise пула. чтобы у вас Link Exchange сервер узнал о том, на каком сервере находится служба Instant Messaging. И второе сертификат, который будет отправляться, с помощью которого будет осуществляться шифрование с Link сервером. Это сертификат на Mailbox. Вас устроит любой сертификат, в котором будет присутствовать как одно из имен FQDN имя сервера Mailbox. То есть, если у вас есть там основной сертификат, да, и в качестве доп. имени есть FQDN, пожалуйста, он подходит. То есть, его, вот этот ID-шник, там принт, вы и прописываете. Главное, чтобы Link ему также доверял. То есть, если самоподписанный сертификат, то на Link нужно будет делать операции руками, чтобы он доверял этому самоподписанному сертификату. Далее, вы перезапускаете либо Ease, либо Pool, на котором работает OVA. И не стоит забывать, что у нас также есть OVA Mailbox Policy. То есть, политика для почтовых ящиков, которые работают через OVA. И при применении одного и второго, я имею в виду настройках на виртуальных директориях и OVA Policy, OVA Policy применяется либо дефолтно, либо к какой-то группе пользователей. Она более приоритетна. Так вот, в этой политике также существует два параметра «Включать Instant Messaging». Поэтому при использовании политики можно сделать так, чтобы одни пользователи имели интеграцию, другие пользователи такой интеграции не имели. Вот и вся настройка. Давайте я проведу небольшую демонстрацию и покажу, каким образом это все работает. Для того, чтобы показать, мне нужно будет зайти на свой почтовый сервер. Сразу после входа в правом углу у меня должен появиться такой значок. И если сейчас нажать на этот значок, вот этот серый, можно нажать «Sign In». И у меня произойдет вход в систему Instant Messaging. То есть, я получу доступ к презенсу и я получу доступ к обмену мгновенными сообщениями. Как видите, подгрузил самый статус и я могу менять статусы «Не беспокоить» или допустим «Доступен». Как отправить кому-нибудь мгновенное сообщение? Ну, во-первых, если кто-то отправит мне, я вот здесь вверху увижу, что оно светится, и можно будет нажать «Если я хочу сам». Если я хочу сам, то мне нужно найти письмо от пользователя, с которым я хочу связаться. Например, Масленников Максим. И когда я наведу на него, мне будет доступна отправка Instant Messaging сообщения. давайте я нажму, и в отдельном окошке у меня сейчас подгрузится «Привет», да, «Тест». И посмотрим, ответит ли он мне что-нибудь. Вот в таком отдельном окошке вы и будете общаться. Соответственно, если вы закроете, потом повторно либо вверху у вас замигает, если Максим что-то. напишет. Либо вы сами еще раз откроете через. Окей, вот такая вот простая несложная интеграция, но которая добавляет удобства при работе с веб-доступом в Exchange Server. Особенно, если у вас под рукой нет офисного пакета, и вы не можете запустить полноценного линга. И последняя функциональная возможность на стыке Exchange и линк-серверов она самая смешная. Самая смешная она потому, что выпустили ее в 13-й редакции продуктов, но уже прошло практически полтора года с момента выпуска. Но никто толком не может объяснить какой смысл в этой функциональной возможности и как она дальше будет развиваться. Итак, поговорим о Unified Contact Store. Если мы будем рассматривать классический Link Server, то все контакт-листы пользователей они хранятся в отдельной сиквельной базе данных. Ну а соответственно контакты Exchange они хранятся на Exchange сервере. Ну какие-то в почтовом ящике, какие-то нет. Так вот, при наличии и Link Server 2013 и Exchange Server 2013 вы можете настроить совместное сосуществование в плане Unified Contact Store, то есть единое хранилище контактов. Что это значит? Это значит, что клиент теперь свой контакт-список не хранит в сиквельной базе данных на Link, он хранит его в почтовом ящике. И получается, что Link клиент обращается к веб-сервисам Exchange вместо обращений к фронт-энду, что было бы логично. Для того, чтобы переместить контакт-листы пользователя Link, соответственно, с Link Server на Exchange Server, никакую топологию менять не нужно. Все делается командлетами Exchange. Возникает резонный вопрос, какой в этом профит. Вообще, идеологически такое хранение контактов в Exchange Server наверное, было бы удобно, если бы вы могли редактировать контакты через почтового клиента, редактировать контакты через Link клиента, в браузере редактировать через Web Access и везде контакт-список у вас был един. Да, это было бы удобно, но официальная документация нам говорит о том, что мы не можем редактировать эти контакты через Exchange Server, то есть через клиента Outlook, а можем это делать только через Link. Возникает резонный вопрос профит. Но самое смешное даже не это. Самое смешное в другом, что редактировать контакты все-таки можно. То есть если вы зайдете через браузер, после того, как переедете на Unified Contact Store, вы зайдете через браузер, через Web Access Exchange, вы сможете менять контакт-список своего Link-клиента. То есть удалите, соответственно, удалиться и в Link-клиенте. На вопрос в техподдержку Microsoft, как так, вы же говорите, что удалять будет или редактировать будет нельзя, но вот смотрите, удаляется. Ответ был получен такой, ух ты, вы первые, кто это попробовали. Так что функциональная возможность более чем запутанная. Но в то же время, если вы хотите переместить с сиквельной базы данных в Exchange и хранить контакт-листы пользователей в почтовом ящике, вам необходимо будет применить специальную политику к пользователю Link-с с ключом UCLout. Это первое. Второе. у пользователя почтовый ящик должен быть на 2013 Exchange Server ни с какими другими версиями не будет работать. И третье. Клиент должен быть обязательно Link-2013. То есть если старая версия клиента так же работать не будет. Идеология очень простая. Все будет храниться в специальной папочке. На самом деле такая папочка как Link-Context вы ее можете увидеть в своем Outlook. Я сейчас специально вывел на экран раскидовку своего почтового ящика. И вот здесь как раз есть вот эти папки Link-Context в которой все хранится. Хранятся контакты. То есть для того чтобы разрешить клиентам вот эту интеграцию с Exchange Server вначале нужно поменять CS Client Policy. Поставить Identity Global. Но это еще не все. От того что вы в политике поменяете работать не станет. Прежде всего прежде чем переключать пользователя на Unified Contact Store вам необходимо понять а вообще пользователь где сейчас контакты хранит на Link-Сервере или на Exchange. Самый простой способ понять это найти в трее значок Link-а зажать кнопку Shift и нажать на значке в трее правую кнопку мыши выбрать Configuration Information. Так вот если в информации о конфигурации Contact List Provider стоит Link-Сервер значит у вас клиент классический то есть его список контактов находится на Link-Сервере в сиквельной базе данных. Как переключить? Переключение очень простое. Вы создаете новую политику NewCS User Service Policy не важно как вы ее назовете и ставите в ней параметр UCS Allowed True самое смешное что это единственный параметр который есть в этой политике и после этого через Command-Lent Grant-CS User Service Policy указываете пользователя и применяете к ней вот эту политику политику которая говорит что все должно храниться в почтовом ящике Exchange Окей что произойдет дальше а дальше произойдет следующее ваш пользователь будет работать 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 и как только контакт-лист будет перемещен в почтовый ящик у пользователя выскочит сообщение что ваш администратор сделал изменения которые повлияют на контакт-лист пожалуйста выйдите и войдите так вот после того как человек выйдет и войдет у него контакт-лист провайдер будет отображаться UCS вместо линк сервера да вы знаете единственный плюс который я здесь вижу если вдруг у меня недоступен линк но у меня есть Outlook я в Outlook могу посмотреть свой контакт-список в отдельной папочке ну да может быть это удобно каких-то других особых преимуществ на текущий момент пока нет либо мы о них не знаем так что Unified Contact Store это как раз вот такая штука вы можете со стороны сервера проверить насколько у вас успешно работает Unified Contact Store что для этого нужно будет сделать для этого вы берете команд лет команд лет testcs Unified Contact Store указываете юзер cpuri вашего пользователя ну в моем случае iroutsobaka miaton.ru и указываете имя вашего линк сервера то есть target fqdn и имя стандартного пула в моем случае если все хорошо success и время за которое выполнилась команда если все плохо а это второй пример в таком случае вам выдаст сообщение о том что пользователи не мигрировали проверьте что почтовый ящик на экченж сервере есть может быть данная информация не сильно пригодится вам в жизни но по крайней мере если будете сдавать экзамены по экченж сервере 2013 скорее всего такой вопрос у вас будет по unified contact store потому что фишка достаточно новая итак коллеги спасибо большое за внимание за то что вы потратили это время и послушали об интеграции линк сервера и экченж сервера 2013 до новых встреч подписывайтесь на мой youtube канал все контакты есть на экране еще раз спасибо спасибо